Меня зовут Александр Семенов, мне сейчас 35 лет, родился в городе Тольятти. Сейчас работаю на Беломорской биологической станции МГУ как ведущий инженер, но на самом деле как старшина водолазной службы и работаю там последние 13 лет в своей жизни, провожу каждое лето там. При этом я профессиональный подводный фотограф, фотограф National Geographic и в общем такой путешественник и натуралист современный. Мои обязанности как начальник водолазной службы заключаются в организации погружений и добыче живого материала из-под воды. Это происходит во время полевого сезона на биостанции, то есть это когда студенты и научные сотрудники приезжают на станцию к нам, это как правило три летних месяца и в это время мы исполняем свои служебные обязанности как водолазы МГУ Московского государственного университета. Все оставшееся время, то есть остальные несколько месяцев в году я организую свои собственные экспедиции, я занимаюсь фото и видео съемками подводного мира и как морской биолог на всем отснятом материале я рассказываю истории о подводном мире детям, взрослым, всем любопытствующим через книги, фильмы, выставки в соцсетях, в инстаграмах и везде-везде-везде. То есть я занимаюсь по факту популяризацией науки, а попутно еще какими-то исследованиями, если нам удается получить что-то новое, что никто еще никогда не видел. Проект Aquatilis это собственно тот самый образовательный проект, который я начал еще в 2013 году. Это было задумано как кругосветная экспедиция на яхте. Если начать чуть раньше, началось все с того, что я стал работать на биостанции как технический сотрудник и был ассистентом водолазов. То есть я помогал, я страховал в лодке, обеспечивал погружение, доставал животных по заявкам, которые нам прилетали. И с моего первого года работы на станции я начал снимать подводный мир. Сначала на коленке в лаборатории какими-то камерами с пластиковыми объективами, которые вообще не профессиональная техника совершенно. Постепенно у меня стало получаться все больше. Мы приобрели на станцию подводную технику. Я стал вести блог, выкидывать туда эти фотографии, снабжать их короткими подписями. И так за несколько лет у меня накопилась довольно обширная коллекция уже крутых фотографий, историй. Я уже начал сотрудничать с журналами, уже сделал несколько выставок к тому моменту, и понял, что надо, наверное, как-то расширять географию, работать не только на Белом море и, может быть, переходить к какому-то следующему уровню распространения этих картинок. Я придумал проект Aquatilis. То есть у меня был знакомый, который сказал, что у него есть яхта, но ее надо починить немножечко, и пошли на ней в кругосветную экспедицию. Я говорю, подожди, кругосветная экспедиция – это классно, но давай сделаем что-нибудь круче, давай сделаем какую-нибудь, как экспедицию Кусто. Мы будем на этой яхте плавать везде, нырять в разных интересных точках мирового океана и показывать это всему миру. И мы сделали такой красивый проект, разработали научную программу, разработали медийную программу, заручились даже поддержку ученых, собрали команду и провалились. Ничего у нас не получилось с этой яхтой, хотя мы насобирали денег, но оказалось, что все намного сложнее и дороже, и мы стали внутри проекта Aquatilis двигаться не в сторону кругосветных путешествий, а в сторону стационарных экспедиций, но из которых мы реально можем что-то получить. Потому что на самом деле абсолютно невозможно в реальном времени транслировать все эти подводные исследования, потому что они требуют времени в подготовке, они там довольно сложны технически в нырялке. Весь этот материал, который мы получаем, нужно сливать, обрабатывать, монтировать, чистить, описывать. То есть это все долгий процесс, и мы очень быстро поняли, с какой скоростью там вообще можно двигаться, как только начали по-настоящему работать командой над первым документальным фильмом, над первыми видео, которые у нас были. И спустя вот несколько лет все наши подготовительные активности, документальные съемки, наше собственное понимание вообще процесса того, как в принципе делается весь этот медийный контент из подводного мира, сейчас он начал превращаться во что-то уже более осязаемое. То есть у нас уже в Аквателесе есть несколько снятых фильмов, у нас уже есть выпущенная книга, у нас есть целый набор лекций, есть мастер-классы. То есть это такой научно-образовательный проект, который собирает в себя подводный мир и способы его распространения. Я бы назвал это так. Но это только одна его часть. Вторая его часть – это именно научные исследования, потому что, организуя экспедиции в самые разные точки мирового океана или работая где-нибудь в Средиземном море, в Японском море, на Курилах, мы нередко ныряем в тех местах, где просто никогда еще никто не был. То есть мы своими глазами видим впервые некоторые вещи, которые человечество еще не видело. Ну, то есть это, конечно, громко сказано, но нередко в моих погружениях и в наших экспедициях было такое, что ты видишь что-то, чего, скорее всего, до тебя еще просто никто не видел. Это, на самом деле, довольно частый случай в подводных исследованиях, когда ты просто натыкаешься на совершенно новые вещи. И поскольку мы ныряем с камерами, у нас проект завязан на визуальную картинку, то есть фото, видеокамера, вся современная техника, мы все это фиксируем. И вот эти наблюдения, которые у нас получаются из-за того, что мы находимся в море гораздо дольше многих других исследователей и смотрим гораздо внимательнее, чем смотрят на подводный мир дайверы, которые приезжают отдыхать и понырять чисто по фану, у нас получается зафиксированная какая-то научная информация, которую можно потом там проверить или передать специалистам, или мы снимаем какой-то процесс, который до этого был неизвестен, и на основе вот этих съемок можно делать уже научные работы. И у нас в одной из первых экспедиций мы отсняли медуз, которые встраивают в себя пластик, который они едят. И нам удалось это опубликовать в Nature Scientific Reports, в одном из самых престижных журналов, просто вот с помощью одной сделанной фотографии. И на ее основе мы разработали целый большой проект уже с специалистами из Италии и из некоторых других стран. И у нас сейчас есть большой проект, который идет именно научный, по изучению передачи пластика в пищевых цепочках в океане. Но все это основывалось на картинке. И вот у Aquatilis есть еще научная сторона, то есть есть популяризация и документальные фильмы, и вот эта красивая картинка и есть часть сугубо научная, которая движется намного медленнее, и которая требует гораздо больше времени, потому что любые научные исследования, они, конечно же, гораздо дольше идут. Начиналось все, я даже не знаю, начиналось все с трехмерной графики на самом деле. Я никогда не думал, что я буду биологом. И хоть мои родители оба биолога, то есть мама у меня миколог, папа антрополог, папа после университета забил на биологию и стал дизайнером. Он дизайнер-полиграфист, он делал листовки, брошюры, буклеты. Мы тогда жили в городе Тольятти, у него появился первый в городе Эпловский компьютер, Power PC, Macintosh какой-то там, не помню что. И на нем не было игр. У меня был компьютер без игр, но там была программа трехмерной графики. Поэтому вместо игрушек я начал двигать кубики, шарики, и к 14 годам я был уже достаточно крутым профессионалом трехмерной графики и начал зарабатывать деньги. То есть я до университета отработал несколько лет, делая разные модельки на продажу, рендеры в каталоге, в свободное время делал каких-то монстриков. И когда я учился в университете, я продолжал работать трехмерщиком. Я поступил на биофак, потому что, ну, биофак, кажется, здорово, у меня не было никаких особо больших интересов, а на биофаке можно было поездить по миру. Ну, собственно, по миру я и поездил. Я ловил кальмаров во Владивостоке, я съездил в Америку на биостанцию, я побывал на Белом море, влюбился в него полностью. И вот на пятом курсе биофака, когда вроде у меня интерес в сторону биологии есть, но биологом я совершенно не становился, не собирался быть. У меня была договоренность с аж тремя студиями компьютерной графики, что после окончания университета я иду к ним. И что-то меня дернуло поехать на биостанцию, потому что мне нужно было поступать, по идее, в аспирантуру, чтобы не пойти в армию. Я, на самом деле, хотел пойти в армию, но мне сказали, что ты что, дурак, не ходи в армию, давай-ка ты, не знаю, пойдешь в аспирантуру, а там уже подумаешь. Но в аспирантуру меня не брали, потому что я был троечник. Я, на самом деле, школу закончил с тринадцатью тройками в аттестате. Потом закончил университет еще с кучей троек. И с этим вот багажом в аспирантуру меня не брали. Но можно было пойти в аспирантуру целевую, но для этого нужно было год где-то отработать, и потом со специальной бумажкой возьмите этого не очень умного человека в аспирантуру, пожалуйста, нужно было прийти в университет обратно. Я пошел на биостанцию. И что-то мне там так понравилось, что все эти студии трехмерной графики с несколькими тысячами долларов зарплаты абсолютно обнулились вообще. Мне просто было интересно работать на станции. Нырять, смотреть на подводный мир, нажимать на кнопочку фотоаппарата. И меня так радовало, что то, над чем ты в трехмерке можешь страдать в течение двух недель, чтобы сделать реально крутую качественную картинку, с фотоаппаратом ты получаешь, нажал кнопку и все, картинка. Думаю, блин, класс, ничего себе. Я столько лет занимался тем, что все это делал в 3D. Оказалось, что все это гораздо интереснее. И там же я начал снимать поначалу подводное зверье. То есть я нырял, у меня не было подводной техники, мне ее не давали. У нас на станции был подводный фотоаппарат, такой кондовый старый, который еще постоянно тонул, и постоянно приходилось докупать эти фотоаппараты, потому что бокс был плохой, и туда затекала вода. Фотоаппараты тонули, бокс оставался, покупали новый фотоаппарат, потом их просто перестали выпускать. А я, поскольку мне не давали снимать под водой, доставал зверюшек просто из-под воды, клал их в чашку Петри в лабораторию и начинал снимать просто на коленке, там открутил с микроскопа свет, поставил, такой, ладно, что-то получилось. И так у меня за первый год получилось, ну, картинок 20, наверное, которые не стыдно было показывать. Сейчас мне их стыдно показывать вообще кому угодно, потому что это ужасно. Но тогда я думал, что, боже, какой же я крутой, господи, я снял подводный мир. И после вот этих вот животных, которые были похожи на тех монстриков, которых я хотел делать в 3D, я забил ее на трехмерку. И я стал работать на биостанции. Зарплата была на тот момент что-то типа 6 тысяч рублей, то есть ее нельзя было не выжить, ничего. Поэтому я в Москве периодически со своими друзьями занимался всякой черной работой, ездил сажать деревья, копал на участках землю. Человек с высшим образованием, с двумя дипломами школ трехмерной графики, с приглашением в студии крутейшие, которые делают спецэффекты сейчас для всех блокбастеров. Махал лопатой, чтобы заработать себе на жизнь, и при этом получал зарплату вот этого абсолютно нищенского технического сотрудника в университете, что в общем было такое очень странное дело. И за несколько лет на биостанции я дослужился до начальника водолазной службы. И собственно мы купили вот эту подводную технику, и дальше все как-то завертелось уже. И с тех пор у меня вот это мое хобби снимать зверюшек под водой выросло в полноценную профессиональную деятельность, которая превратилась не только в работу на биостанции, там и в начальство невдолазной службы, и со всеми вытекающими, там с ответственностью за жизнь студентов, за жизнь сотрудников, с которыми ты ныряешь, с ответственностью за обеспечение всего рабочего процесса на биостанции, но и в вот эту экспедиционно-образовательную деятельность совершенно внезапно это все поменялось, но оно как-то так совпало, что все мои образования, трехмерная графика и понимание, где поставить свет, как повернуть картинку, то есть визуальная часть у меня была до университета, трехмерная графика это чисто визуальное дело на самом деле, то есть оно переместилось сюда, образование из университета, профильная морская биология и знания всех этих зверюшек тоже добавилось, и так хорошо перемешалось с работой на станции, с возможностью нырять в течение почти круглого года, что у меня получилось вот соединить весь свой опыт просто в одной точке, и я считаю, что это какая-то невероятная просто удача, и сейчас вот я занимаюсь делом, которое мне безумно нравится, и для которого у меня в течение жизни сложилась вся профессиональная подготовка, и это, конечно, такая фантастика немножко, но сейчас люди, которые хотят снимать, они приходят ко мне и говорят, слушай, а как это делается? И то, чему я учился в течение десяти лет с камерой под водой, я им объясняю за два часа, они берут камеру мою, ныряют, выныривают с картинками, как у меня, я думаю, блин, черт, это оказывается так просто, когда ты знаешь, что делать, а я учился просто с нуля сам по себе. У моря, конечно, я же еще и видео снимаю. Нет, на самом деле я люблю, когда мне в море есть чем заняться, я бы сказал так, то есть фотографировать можно что угодно, у нас, как это, в заводы стоят, фотографов одевать некуда. Поэтому фотография как процесс, это, в принципе, не то чтобы даже интересно. То есть это такие разные понятия. Одно – это занятия, а море – это море, это целый мир вообще, который можно изучать со всех сторон, можно… Там даже если совсем нечем заняться, надеваешь ласты и идешь фридайвить. Это фантастика. Много, много в каких. Если смотреть, где я был. Это Красное море, Белое море, Японское море, Черное море, Баренцево море, Охотское море, Север Тихого океана, Мальдивы, Австралия, Андаманское море. Ну, десяточек морей есть. Скорее всего, есть еще парочка. Но, точнее, я не скажу. Ну, в общем, много где. То есть это и Курилы, это и Новая земля. Это не только моря. Но даже в тех же морях, если вы возьмете Баренцево море, оно такое огромное, что вы можете нырнуть на Шпицбергене, можете нырнуть на земле Франца Иосифа, можете нырнуть в заброшенном военном поселке Гранитный, можете нырнуть в Териберки, можете нырнуть на Новой земле. Или в Карском море, который тоже является частью Баренцево. И это будут кардинально разные места. Они отличаются друг от друга так же, как Баренцево море отличается от Большого барьерного рифа. То есть это абсолютно разные условия, абсолютно разная природа, абсолютно разная жизнь. Пальцы не отнырзают, а в остальном все то же самое. Ну, на самом деле, все зависит от целого и кучи условий, конечно же. Естественно, съемка подо льдом отличается от съемки в теплой воде, потому что на тебе надет такая варежка из 6-миллиметрового неопрена, и у тебя двигаются три рычага маленьких, и ты должен ими что-то переключать. Через 40 минут ты перестаешь их чувствовать вообще, потому что они отмораживаются, и все. И ты можешь вот так вот нажимать себе на какие-то клапаны, кнопочки менять ты уже не можешь практически совсем. В теплой воде ты плаваешь с вот такими руками, без перчаток, без всего, и совершенно спокойно меняешь все, что хочешь. Но все зависит от того, в какой сезон и где ты находишься. Потому что, например, в Таиланде мы ныряли на таком известном месте, которое называется Sail Rock. И там условия такие, что определенную часть года видимость там составляет метра два. То есть ты ничего не можешь там снять вообще, кроме каких-то совсем близких животных. Мы ныряем ночью в Средиземке и ничего не видим, потому что мы парим над 300-метровой глубиной, на нас что-то приносит каким-то течением, глубину мы контролируем только по компьютерам, и мы висим в толще с фонарями и пытаемся найти хоть каких-то зверей. Мы ныряем подо льдом на Белом море, и у нас кристально прозрачная вода в 40-50 метров видимости, и ни одного живого существа вообще. И все это зависит от сезона, потому что на Белом море все поменяется через два месяца, и у тебя будет просто суп из животных, лед растает, солнце начнет светить, прозрачность будет 3 метра, но она будет 3 метра из-за животных, и ты просто куда камеру не сунешь, у тебя будут какие-то звери, грибневики, планктон, морские ангелы, стрелки, гидромедузы, все что угодно. В другой момент ты приплывешь в тропике, и у тебя в тропиках какое-нибудь нашествие сальпы тоже, и ты будешь плавать просто в сплошном супе из сальпы. А в третий день ты будешь нырять опять же в ночном Средиземном море, и у тебя вместо вот этой вот черной чистоты, пустоты будет висеть органический снег. Это такие сопли, которые я до сих пор не очень понял, кто именно выделяет, которыми забито все, и твои фонари просто будут высвечивать бесконечную взвесь, и ты тоже ничего не сможешь снять. То есть это зависит не от того, это теплое или холодное море, это зависит от других условий, от того, что у тебя будет в воде, какая будет вода, какая будет прозрачность, какое будет течение, волны и ветер, и какая компонента будет присутствовать в это время в море. Начинал я с очень простого, с таких камер, которые сейчас даже если человеку доплатит, он не возьмет, я думаю. То есть это Canon 400D, это камера, которая 10 мегапикселей, крохотный экранчик, и качество на ISO 400 сильно хуже, чем у айфона, прям сильно-сильно хуже, чем у айфона. То есть техника совершенно начального уровня. Но самое смешное, что фотографии с этой камеры до сих пор продаются в какие-то журналы, и их, в принципе, хватает. То есть с цифровой техники, с которой я начинал 12 лет назад, в принципе, достаточно для того, чтобы снимать хорошо. Сейчас я снимаю на профессиональную технику, которая суммарно стоит, наверное, с боксом, со светильниками, с объективами, со всем-всем-всем чуть больше миллиона. Мечтаю я о технике, которая вместе со всем этим добром стоит 1 800 000 сейчас. Это среднеформатный Hassel, маленький, под который сделали, наконец, подводный бокс. Если говорить о видеотехнике, то тот комплект, который мне бы хотелось иметь с собой под водой в полной сборке, это стоит 80 000 долларов. Да, это все дорого. Но на самом деле сейчас существует огромное количество камер, которые снимают на три порядка лучше, чем то, с чем я начинал, и стоят копейки, потому что это базовая начальная техника. И любой человек, который хотел бы научиться подводной съемке, он может зайти на авито или зайти на барахолку подводных фотографов и у какого-нибудь перца типа меня купить бэушный бокс с камерой со вспышками, полный комплект за 100-150 тысяч рублей. И этого ему за глаза хватит, чтобы делать более чем профессиональные фотографии. Сложно сказать. Я вообще люблю свою работу. Мы много крутого сделали. На самом деле у нас есть пока что три фильма, которые сделаны совместно с кем-то. То есть два фильма мы делали с моей планетой. И один из них, который называется «Арктика за зеркалье» и даже не выигрывал каких-то наград. В принципе хороший, то есть для российского документального кино про подводный мир. Он, мне кажется, вполне неплох. То есть я поначалу, мне он не очень понравился, потому что могли лучше, могли лучше. Но ты всегда думаешь, что ты мог сделать лучше. На самом деле я его сейчас пересматриваю и мне даже нравится. Хороший получился фильм. Мне очень нравится, я по-настоящему горжусь, я книгой. То есть у нас вышла книга, которую я писал вместе со своей женой. Называется она «Волшебный мир холодных морей». Она тоже выиграла несколько премий, включая просветительный формат. И вышла она на английском, китайском и русском языках. И сейчас ее даже нельзя найти в магазинах, потому что ее раскупили вообще всю. Мы сейчас думаем ее допечатывать. Книжка получилась крутая. То есть это все мои лучшие фотографии из охотского, японского, белого морей. С миксом из последней информации из научных статей. То есть мы провели такой полноценный ресерч. И про каждое животное написали историю. И эта история – это микс того, что было известно до моих наблюдений. И того, что я знаю про этих животных, наблюдая за ними сам. То есть по большому счету это такое научно-популярное издание о жизни зверей, про которых мало кто что вообще знает. И ты можешь открыть ее на любой странице, увидеть животное, которое, скорее всего, ты вообще не знал, что такое существует. Там те же морские ангелы или морские козочки или глажеберные моллюски. И прочитать все. Кто это, что это, какого оно размера, где оно живет, чем оно питается, какова его роль в океане. И все это в таком чуть ли не разговорном формате. Так что читать легко и приятно. Вот этим я горжусь. Много раз. На самом деле у меня есть несколько случаев, когда я чуть не остался в море навсегда. И чаще всего это случалось, потому что я нарушал технику безопасности, нырял без напарника, нырял в незнакомых местах, нырял там, где есть морской трафик, нырял там, где нет морского трафика, а вообще есть очень сильные туманы. Меня уносило течениями, я промахивался мимо точек погружения и уходил на сильно большую глубину. Я встречал очень небезопасных медуз, которых можно трогать два раза в жизни, в пяти сантиметрах от лица ныряя ночью в одиночку. Я нырял с людьми, которые вообще не знают, как страховать. И меня не могли найти после погружения довольно продолжительное время. У меня отказывало оборудование, в том числе и подо льдом, причем отказывало дублированное, то есть две системы сразу. И у меня было много интересного опыта. На самом деле дайвинг это такое занятие, где у тебя есть время на решение возникающих проблем, как правило. То есть это не как парашютный спорт, где у тебя что-то пошло не так, и ой, все, бейзджайминг какой-нибудь здесь. Ты, как только что-то случается, у тебя может случиться моментальная паника, которая обычно случается у не очень опытных людей. И у меня были случаи, что я спасал людей из-под воды, когда они не очень знали, что делать. Но, в принципе, ты останавливаешься и делаешь вдох-выдох, если есть чем, иногда заканчивается воздух. После этого решаешь свою проблему. Это бывает по-разному. Когда ты выныриваешь где-то в районе Курильских островов до ближайшей земли, у тебя несколько десятков километров, а твоего корабля вообще нет в тумане и его даже не слышно, вот это немножко стрёмно. Когда тебя относит сильным течением на Мальдивах, и твой корабль на глазах превращается из кораблика в маленькую точку за 20 минут, и они не слышат ни твоих сигналов, ни свистка, ни буя, ничего, это тоже страшно. Когда ты ныряешь в местах, где никто до тебя не нырял, и ты понимаешь, что человек сверху тоже первый раз в жизни видит эту точку, и непонятно, где он тебя подберет, как поменяется погода, потому что в океане она меняется мгновенно, это тоже не очень комфортно. Но тем не менее, несмотря на все это, мне по-прежнему все очень нравится, и я буду продолжать так делать, и нырять и в одиночку, и в новых местах, и везде, потому что это, ну оно того стоит. То есть ты получаешь такой опыт, которого ты не получил бы никак больше, и чем больше ты ныряешь, тем больше ты попадаешь в такие ситуации, когда ты можешь, ну, остаться там навсегда, тем с большей аккуратностью и как бы с применением мозга ты подходишь к своим следующим погружениям. Запомнился мне больше всего не опасный случай, а интересный. У меня было нападение гигантского осьминога. Дело в том, что я в универ пошел с одной целью на биофаг, что в целом мне там ничего так сильно в биологии неинтересно, а вот головоногие – это классно, хочу изучать поведение осьминогов. Но так совпало, что в университете с осьминогами у меня не получилось, в Москве вообще с осьминогами плохо, живыми изучать их поведение нельзя. И я изучал кальмаров на Японском море. Потом, когда я уже закончил университет, я поехал в уже дайверскую поездку на Японское море, и там встретился со своим первым осьминогом. И встретился я с ним так, что эта штука на меня напала. То есть я в какой-то момент просто плыл-плыл, завис над какой-то морской звездочкой, и у меня перестала двигаться одна нога. Я посмотрел вниз, оказалось, по ноге ползет осьминог здоровенный, просто огромный. Ползет, краснеет, раздувается. А я книжек до этого читал много про поведение осьминогов. Я знаю, что это агрессивное поведение. И вообще мне сказали, что крупные осьминоги никогда не нападают. Это вообще, чтобы он вылез наружу, надо, чтобы, я не знаю, что-то произошло. И, скорее всего, я либо ему просто дал ласты по башке, либо еще что-то. Ну, короче, осьминог шел с явным намерением меня, не знаю, убивать или еще что-то делать. И вот, я начал его лупить свободной ногой, каким-то образом от него отбился. То есть я его сшиб, потому что осьминогов ни в коем случае нельзя допускать к лицу. Они могут с тебя просто присоской снять маску, вынуть легочник, и пока ты будешь там в этих щупальцах разбираться, ты захлебнешься. Глубина 25 метров, то есть ты не можешь наверх с ним всплыть. Я его отбил кое-как, он упал на землю, на дно, начал там как-то отряхиваться, там ползать снова, раздуваться. И я думаю, ну я же с камерой в руках, мне надо этого осьминога сфотографировать. А то я там снимал какую-то звездочку, мне надо все перенастроить, свет расставить. И тут мне навстречу плывет мой напарник, который там, осьминог сзади огромный. Он как раз думал, что я хочу встретить осьминогу, а вот этого я не заметил, и вот он как раз сидит, парень местный. То есть он с осьминогами знает, как обращаться. И я думаю, да, да, порядок, я с ним уже познакомился, сейчас я тут все поправлю и заверну его снимать. Он подумал, что я ничего не понял, поплыл к этому осьминогу, чтобы мне в него тыкать пальцем. Я поворачиваюсь, когда я уже все сделал на камере, я захожу на свой круг, поворачиваюсь и вижу просто самую крутую картину в моей жизни. Осьминог огромный, который полностью обнял моего напарника, и торчат из осьминога только ласты. То есть он, осьминог был 3,5 метра, это большая штука. И он просто целиком обнял до акваланга, до баллона человека. Тот его от себя, вот пока я хотел сфотографировать эту чудесную картину, он его от себя отодрал и перевернул, его надо повернуть присосками от себя. И у меня есть фотография, вот через секунду после этого, как он держит осьминога за щупальце здесь, щупальце еще свисает из руки. И осьминог продолжается сильно дальше его ласта. То есть вот размер осьминога, а это взрослый человек в ластах, то есть это большая длина. И вот у меня есть картинка, где человек держит гигантского осьминога, который за 5 минут до этого нападал на меня, а потом напал на него. И когда он вырвнул, он говорит, ничего себе, тебе повезло, в жизни вообще за всю его практику такого не было, чтобы осьминог сам напал. Но так, для справки, осьминоги нападают на акулы и съедают их. Планов громадье. Если честно, все их озвучивать, наверное, нельзя. С планами оно всегда так бывает, что ты слишком многое намечтаешь, а потом пытаешься все это сделать, а оно не получается. Из ближайших планов у нас есть два фильма. Один про Белое море, один про Средиземное. И про Средиземное мы уже практически закончили. Его нужно будет смонтировать. То есть мы вот сейчас во время карантина застряли на 3 месяца на острове и сняли очень много. То есть даже больше, чем мы рассчитывали. И там осталось просто его увязать в единый сюжет, потому что документальные фильмы всегда по сценарию не снимаются. Тебе приходится работать с тем, что тебе удалось снять. Нам удалось снять больше, чем мы хотели. И второй фильм будет большой. Он будет про Белое море и про 4 сезона. Как, что изменяется в море в каждое время года. И как оно изменяется на поверхности. То есть мы хочем показать жизнь под водой, жизнь наверху и жизнь биостанции, на которой я работаю. То есть это будет такая 4-серийная документалка красивая про то, как все меняется в течение сезонов года. Это одно. Также у нас есть вторая книга. Также у нас есть создание Европейского фонда Аквателус. Который будет уже работать полноценно, организовывать летние школы для студентов со всего мира. Также у нас есть еще несколько фильмов и сотрудничество с несколькими компаниями. И еще ряд секретных проектов, про которые пока нельзя рассказывать. Джеймс Кэмерон. Совершенно фантастический дядька, который пошел снимать Титаник. Погрузился на мирах, на наших российских. И в какой-то момент его, видимо, настолько завлек подводный мир, что после этого пошел снимать сначала Бездну, свое известное. Потом сам построил аппарат, разработал его вместе с целой командой ученых и инженеров. На собственные деньги погрузился на одну марианское спадину. Человек, который просто мечтал исследовать подводный мир. И он для этого сделал совершенно невероятную вещь. Это на самом деле такой пример, который нужно всем приводить, мне кажется. Человек захотел, добился, сделал, поставил себе не просто галочку, а попутно дал миру аппарат, который способен погрузиться на такую глубину и взять там какие-то образцы, что-то снять. То есть это вот один из людей, который, мне кажется, очень-очень крутые. Ну, а так и вообще примеров людей, которые, в принципе, замотивированы и занимаются тем, чем они занимаются, постоянно развиваясь, постоянно придумывая какие-то новые вещи, экспериментируя даже с тем, что не получается. Они меня восхищают. Это Элон Маск, это Никола Тесла, который когда-то был давным-давно со своими экспериментами, которые сильно впереди. Это люди, которые занимаются какой-то такой очень хорошей популяризацией, такие как, например, Пол Никлин, которые с помощью фото и видео дикой природы меняют решение правительства, например, о прокладке очередного трубопровода через океан или по сохранению какой-то экосистемы или куска моря. То есть люди, которые не просто занимаются, пойду, сфотографирую акулу или косатку, или еще что-нибудь, а которые запускают целые проекты, целые компании, которые привлекают огромное внимание, огромное количество людей, которые меняют мир к лучшему. Это люди достойные вообще всякого восхищения. То есть на самом деле я восхищаюсь любыми людьми, которые меняют мир к лучшему. Я бы так сказал. Классный дядька. Взрывал риф и рубил акул топорами. Супер. На самом деле Жак-Ф Кусто очень классный тип в плане медийном. То есть это человек, который с помощью фильмов, с помощью своих передач донес до невероятного количества людей красоту подводного мира и который показал всем, что это в принципе доступно каждому. Вот акваланг, вот море. Совмещаем. Пожалуйста, вот вам другой мир. И только благодаря ему у нас сейчас больше двух миллионов дайверов по всему миру. Оценивать его личность со стороны каких-то человеческих качеств, с того, как он себя вел, сложно, потому что, например, методы их исследований сейчас, если их рассматривать с современной точки зрения, там, сохранение природы, с точки зрения какого-нибудь гринписа или сердобольных людей, которых, там, не дай бог ты потрогаешь коральчик, там, современные правила дайвинга во многих странах и запрещают что-то трогать. Кусто, давайте посмотрим, кто живет на этом рифе. Заложили взрывчатку и собирают все, что всплыло. Ты такой, окей, а давайте отзавтракаем на галапагостских черепахах. Садятся на черепаху и у них обед, они сидят на черепахах. Ты такой, а что они делают? Господи, господи, господи. Перерубают кашалотика винтами. Ты такой, ой, из него идет кровища, давайте все попрыгаем в воду и поснимаем, как его будут жрать акулы. И ты на это смотришь и думаешь, блин, вот люди жили все-таки, какой же кайф. То есть мне, как ученому, это все понятно, потому что, ну, биологи тоже в процессе обучения, мы там режем лягушек, мы смотрим, как мир устроен. Иногда жестокими способами, там, некоторые отказываются в процессе обучения, там, не знаю, убивать лягушку. Но на самом деле это все позволяет тебе узнать, как устроен мир, в общем-то, теми средствами, которые, он действовал теми средствами, которые были нормальны тогда. И мне, на самом деле, и весело, и немножечко вот так на них смотреть. Но кустой я люблю, он классный. Да, определенно. И более того, это, наверное, одна из моих основных целей. То есть у меня вся моя работа завязана на то, чтобы люди вдохновились морем и как-то пошли его изучать. То есть, не буду врать, мне просто нравится то, что я делаю. И если даже мы уберем все вот эти составляющие морально-мотивационные, о том, что было бы здорово, если бы хотя бы один ребенок занялся морской биологией после того, как увидел нас, мне просто очень-очень нравится самому нырять. Я безумно люблю море, и независимо ни от чего, я бы туда нырял с фотоаппаратом, нырял, изучал это, рассказывал это даже тем, кому неинтересно, и кайфовал. Но я считаю, что своей работой я могу сделать, например, гораздо больше, чем я мог бы сделать, если бы был просто ученым. То есть, как морской биолог, я мог бы за свою жизнь освоить несколько каких-нибудь хороших тем, специализироваться в них более-менее, изучить, допустим, жизнь или там целую таксономическую группу каких-нибудь червячков, мог бы узнать, как осьминоги, как у них там работает, какое-нибудь там поведение защитное, не знаю, агрессивное, брачное, что угодно, мог бы стать специалистом по морским паукам и с ними какую-нибудь там экспериментальную работу провести. И я бы вот всеми своими потугами научными, которые бы я сделал за всю свою жизнь, внес бы весомый вклад в науку, подвинул бы ее на 0,001% от неизвестного чуть-чуть вперед, и как бы было бы классно. Реально очень большое количество ученых по всему миру делает очень важную работу, прибавляя по крупицам вот эти маленькие знания, они маленькими кирпичиками строят всю эту фундаментальную науку. Это очень-очень важно. Но я подумал, что раз у нас есть такая возможность рассказывать о морской биологии, заряжать людей, рассказывать им про подводный мир, показывать им существ, которых они никогда в жизни не видели, и особенно делать это детям в доступном и понятном для них виде, то, возможно, если я заражу двух ребят, которые станут морскими биологами и будут тоже двигать эти маленькие кирпичики в сторону наполнения науки знаниями, то это будет уже вдвое больше работы, чем я мог бы сделать как ученый. А если их будет пять, круче еще, будет классно. Поэтому популяризатор, который активно работает в сторону, типа, ребята, морская биология, это круто, welcome, тут новый мир, welcome, проходите, проходите, берите акваланг, вот вам морские ангелы, вот вам губки, вот вам остыди. Ты можешь сделать для науки гораздо больше, чем один ученый. То есть, если у тебя есть шанс привлекать людей к науке, мне кажется, им надо пользоваться. И у меня уже сейчас есть несколько человек, которые пошли в биологию, некоторые уже закончили университет, именно потому, что когда-то они прочитали там какие-то мои нелепые истории еще начинающего рассказчика про подводный мир, еще в Life Journal в 2010-2012 году, когда я только все это начинал. И представь мое изумление и радость, когда ко мне приходит студент с корочками уже, говорит, слушай, можно я с вами поныряю? Вот, ты с ним ныряешь, все классно, а еще через несколько дней он приходит, говорит, а вы меня помните? Я говорю, нет. Говорит, вот я к вам 6 лет назад на лекции подходил школьникам и спрашивал, о чем мне сделать, чтобы с вами нырять. Вот, это я. И я говорю, ммм, и правда. То есть, это на самом деле меня безумно мотивирует и радует, что люди действительно заряжаются на подводный мир и продолжают двигаться в эту сторону. То есть, это значит, что я делаю какие-то правильные вещи. Масштаб, посмотрим, какой будет. Но это все зависит от нас. Будем снимать более крутые фильмы, масштаб будет побольше. Будем снимать всякое непонятное, не пойми что, ну, народу будет поменьше. Но все равно кто-нибудь, наверное, будет. Но я очень хочу, чтобы мы были не просто популяризаторами, еще чем-то, кем-то. А чтобы мы задавали планку, уровень, к которому все бы стремились. То есть, чтобы мы могли показать самым крутым компаниям, BPC и National Geographic, что, ребята, смотрите, что можно делать. И у нас, на самом деле, пока все идет именно в эту сторону. Офигеть. Не знаю, покажи, где тут у себя еще новые зверюшки. Наверное, так. Он-то все знает, по крайней мере. Всех верно подданных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok